Привет, ребята! Это Катя. Сегодня по плану квартиры номер 5. Уже создана планировка, посмотрим на неё. И начнём, как всегда, с расстановки света. Теперь расскажу немного о планировке. Сегодня мы будем делать квартиру в индустриальном стиле. Я планирую здесь сделать входную группу. Будет ТВ-зона, будет стоять диван. Здесь будет кухня. Здесь будет находиться остров с барными стульями. Имеем спальню, будет располагаться кровать. В этих нишах будут располагаться шкафы. А вот здесь будет компактная ванная. Выберем настенное покрытие. Так как это индустриальный стиль, то нам понадобится камень. Либо кирпич, что-то в таком стиле. Я всё-таки хочу, чтобы на основных стенах был красный кирпич. А наши колонны будут серые бетонные. Вот этот, вы знаете, мне нравится. Смотрите, мне кажется, он неплохо выглядит. Колонны у нас будут серого цвета. Это стиль лофт. Остался выбор насчёт того, как оформить вот эту вот стену. Она будет либо чёрная, либо тоже кирпичная. Здесь есть ещё вот такой вот кирпич. Этот кирпич мне больше нравится. Давайте выберем напольное покрытие. У нас есть выбор либо бетонное, либо деревянное. Но я, скорее всего, хочу сделать деревянное. И вот такое вот покрытие, на моё удивление, выглядит очень хорошо. Я не ожидала, что сегодня моя настройка начнётся с того, что я буду использовать стандартные материалы. Потому что, если вы смотрите мейстрим, вы знаете, что я люблю использовать пользовательские материалы. Мне нравится. Выглядит очень стильно. У нас есть акцентные стены с кирпичом. Есть колонны и есть чёрная стена. Хотя она не чёрная. Слушайте, давайте всё-таки выберем чёрный цвет. Возможно, вот эти вот колонны нужно просто темнее сделать, чтобы оно сочеталось. Начнём, пожалуй, с кухни, с моей любимой части. Я всегда стараюсь начать с кухни. Мне кажется, она задаёт настроение всему интерьеру. Такой вот вариант. Пока что я в нём не полностью уверена, оно в целом имеет место быть. То есть, выходит так. Мы заходим в квартиру и можем пройти на кухню. Кухня у нас будет как бы изолирована с двух сторон тумбами. Здесь мы будем готовить. А здесь у нас будет располагаться зона для того, чтобы принимать пищу. Есть, кстати, вот такая вот даже консоль интересная. Может, всё-таки стоило выбрать его? Неплохо выглядит. Я думаю, что мы обрамим нашу кухню узкими ящичками и ещё повесим сюда полочки. Здесь холодильник, который прямо из этого набора. Ничего идеальнее, чем мебель, которая из одного набора, подходить, естественно, не будет. Поэтому мы оставим вот раковину. Она здесь, конечно же, идеально вписывается. Плита идеальная. Возможно, здесь будут жалюзи. Выглядит достойно. Поставим сюда стулья. Мне кажется, они сюда идеально вписываются. Перейдём в зоне ТВ. Кстати, подходит под цвет наших колонн. И мне кажется, будто бы оно как вырастает из колонны. Вот эта вот серая часть выглядит хорошо. Попробуем сюда повесить какое-то освещение. Можем повесить что-то вот такое. И оно создаёт такой красный свет у телевизора. Мне это нравится. Посмотрим, какие у нас есть диваны. Модульные. То есть, можно собирать... Сейчас соберём те части, которые... Вот такой подход. Сюда нужно какой-то ковёр постелить. Да, вот это вот, кстати, мне нравится. Смотрите, какой ковёр. Скорее всего, будет здесь зеркало и стеллаж. Вот, смотрите, как выглядит классно. У меня здесь есть зеркало. Я думаю поставить вот это вот зеркало вот сюда вот на входе. Хотя оно так от стены слишком отходит. Ага, прицелилась. И попало. Перейдём к выбору кровати. Она такая более массивная. Чёрные мягкие панели сюда всё же подходят. Мы расположили тумбочки возле кровати. Такие вот у нас будут светильники. Можем вот здесь вот такую полочку сделать. И туда поставить всякое такое. И круг, и ковёр тоже неплохо выглядят. Как вы увеличили размер ковра? Берём любой предмет, допустим, кроссовки. Нажимаем твёрдый знак на клавиатуре. И они увеличиваются до бесконечности. Разберёмся с нашим гардеробом. Раз вот так вот. Вот два. Выберём чёрный цвет. Попробуем повесить сюда что-нибудь. Вот какая-то мужская одежда. Смотрите, какая раковина классная. Под вот эту вот столешницу можно сделать раковину, у которой потайной слив есть. То есть здесь нет вот такой вот дырки стандартной, как вот, допустим, вот здесь вот видите такое отверстие для слива. А там вот потайной слив. Очень классно выглядит. Вот такой вот унитаз. Такую вот я оставлю пока что в ванну. Сюда вот можно поставить стол. То есть это не основное наше рабочее место. Вот это бы он здесь вот за ноутбуком у нас работать будет парень. В целом мы плюс-минус укомплектовали нашу квартиру. Итак, у нас есть прихожая с подвесной вешалкой, на которую будут вешаться куртки. Ростовое зеркало, есть металлический стеллаж. Далее мы сразу попадаем в зону гостиной, где есть большой диван, столик и вот такая вот стена с большим телевизором и всякой техникой. Мы дальше переходим в кухню. У нас есть здесь остров, который вмещает в себя плиту. Здесь можно готовить сразу. И также это является одновременно и зоной для приема пищи. Далее у нас есть вот такая вот кухня. Здесь есть раковина, кофеварка, встроенная бытовая техника. Есть холодильник и есть много открытых полочек, на которых располагается вся необходимая кухонная утварь, также столовая посуда и тому подобное. Да, есть раздвижные стеклянные двери с металлической рамой. Переходим в спальню. Здесь вот спальня у нас, большая двухместная кровать, две тумбочки, круглый коврик. Есть зона для работы, рабочая зона вот такая. Из спальни переходим далее и попадаем в зону с гардеробом. Две стороны у нас здесь располагается гардеробная. И из гардеробной попадаем в ванную. У нас в ванной есть большая угловая ванная, собственно. Есть вот такая вот зона для того, чтобы здесь приводить себя в порядок. Есть стиральная машина, есть унитаз и полочка с необходимостями. Мы оформили квартиру в стиле лофт, индустриальный стиль. Следите за нашим телеграм-каналом. Не пропускайте анонсы следующих стримов. Спасибо, что были сегодня со мной. И до новых встреч. Пока!